Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В октябре этого года чиновник просто подделал документы по делу об особо тяжком преступлении. В итоге преступник остался на свободе. Однако провернуть это дело безнаказанно у следователя не вышло. Чиновника уволили со службы и приговорили к шести годам лишения свободы условно. А все материалы по уголовному делу, что вел горе следователь, вернули в производство. Вместо яростных атак к букве закона так теперь отстаивают свои интересы жители Левобережья. Летом этого года рядом с их домами решили построить автозаправочный комплекс. Но не тут-то было. Предприниматели и не ожидали, что люди объединятся и в буквальном смысле грудью встанут на защиту своего СНТ. На защиту самих людей сегодня встал суд. Но будет ли в этой истории поставлена точка? Евгений Геранина. Подробнее. Это вторжение началось без переговоров и объявления войны. В разгар лета здесь сначала появилась сигнальная лента, а после забор. За ним начала расти автозаправка прямо напротив жилых домов. Люди такому соседству не обрадовались. Объединились и решили не сдаваться без боя. Мы же люди, мы тоже здесь живем. У нас дети. Как бы неохота, чтобы у нас здесь что-то было такое. Мы ходили, воевали. Они нам не документы, нас всякое разное. Да вы здесь никто, да вызывать вас здесь никак. Значит, мы здесь будем строиться. Грунтовую воду, пьем питьевую воду. Ну то есть, если бы была бы заправка, это было бы, конечно, плачевно. Боролись прямо, скажем так, грудью стояли здесь. За эти четыре месяца сражение шло с переменным успехом. Вернемся в лето. Жалобы во всенадзорные органы, депутатские запросы и собственные расследования. Первая большая победа случилась, когда жители смогли добиться приостановления стройки через суд. Но подрядчик попытался применить обходной маневр и продолжил работу. Сегодня 20 октября 2018 года. Суд запретил какие-либо работы на данном участке по строительству АЗС. Тем не менее, работы ведутся. Отстаивать свое право на комфортную жизнь народное ополчение решило через суд. И он встал на сторону местных жителей. Было несколько заседаний. Было, прямо скажем, нелегко все это доказать, собрать. В АЗС не будет, и нас это очень всех радует. Это означает, что справедливость существует. Это будет совершенно чистая вода. Ну, по крайней мере, такая же, как сейчас. Не хуже. Во-первых. Во-вторых, тут рядом школа, и у меня четверо их деток. Они около заправки. Это же выхлопные газы. Это все. То есть, ну, тут просто даже не описать вообще всего, что всех гадостей, скажем так, что, возможно, были бы. Выиграно сражение, но выиграно ли битва? Будут ли предприниматели обжаловать решение суда? Владельцы заправки готовы выбросить белый флаг и пойти на мировую. Стройку завершат, уже построенное разберут, но при одном условии. Если комитет по управлению имуществом компенсирует предпринимателю всю внесенную аренду, переговоры между КУИ, жителями и бизнесом пройдут до конца недели. Цена вопроса – 1 миллион 400 тысяч рублей. Столько компания «Резерв» успела заплатить за аренду этого участка. В любом случае, мы полагаем, что такое регулирование спора является возможным и повлечет за собой, так скажем, решение данного вопроса в интересах жителей, как это и планировалось. Чиновники пообещали, это место останется зоной зеленых насаждений и для другого строительства предоставляться не будет. Это значит, что жители со спокойной душой могут праздновать одержанную победу. Евгения Геранина, Федор Моденов, АТВ Шариком здесь не место. Власти республики после открытого письма известного эколога Натальи Тумуреевой приняли решение отказаться от массового запуска воздушных шаров во время праздников. Столь традиционный уже ритуал совершают ежегодно тысячи школьников по всей Бурятии. Во время 1 сентября в небо запустили около 7 тысяч гелиевых. Мало кого беспокоит, что после их падения оставшиеся латексные оболочки и полиэтиленовые веревки остаются на земле и выделяют токсичные вещества. Родители у меня сейчас в классе говорят о том, что я якобы лишаю детей радости. Но я считаю, что у детей намного больше других радостей, кроме того, как посмотреть, как улетает шарик. Соответствующее письмо мы сейчас готовим рекомендательного характера в управление образования, чтобы предусмотрели иные формы проведения торжественных мероприятий, не связанных с разрушающими факторами, как гелевые шары, о которых мы сегодня ведем речь. В соцсетях активно обсуждают нововведения. На нашей стране ИСы больше 60 пользователей поддержали этот запрет. Работать на селе выгодно. И это далеко не миф. Это уже реальность. И все благодаря программе устойчивого развития сельских территорий. Например, молодым агрономам помогают улучшить или построить свое жилье. И в этом году уже 10 семей отпраздновали новоселье, доказав, что работать на селе можно и даже нужно. Репортаж Ильи Балханова. Михаил с детства мечтал стать растеневодом. Мечты сбылись. И теперь он работает старшим агрономом на одном из ведущих сельскохозяйственных предприятий в Бурятии. Такие специалисты селам нужны. Поэтому государство им и помогло построить собственный дом. Собрали пакет документов, подали в министерство сельскохозяйства. И министерство сельскохозяйства нам помогло. Дало сертификат на каждого члена семьи. У нас долевое строительство. У нас было по программе. За год мы должны были построить полностью. До сдачи объекта. Сейчас еще, конечно, делается. Еще не отчитали за эти деньги. Планируем в этом году закончить. Жена Михаила, Анна, тоже агроном. Коллеги-супруги всегда знали, что их призвание – сельское хозяйство. Построили дом, очень рады. В сельской местности. А в город не тянет? Нет, мы всегда, когда учились, знали с мужем, что мы будем жить в деревне и работать на селе. По программе семья получила на создание собственного очага более 700 тысяч рублей. Плюс в дом пошли и собственные 300. Чета Пешковых – не единственная в республике, кому посчастливилось попасть под крылом Минсельхоза. По этой программе у нас в республике участвовали 10 семей, получили поддержку. А сумма поддержки составила 8,8 миллионов рублей. Ну а у Михаила и Анны еще полно забот. Покупка мебели, обшивка дома. А на втором этаже молодые родители хотят сделать детскую и студию. Илья Балханов, Федор Моданов, телекомпания АТВ, Прибайкальский район. Циденов онлайн. Глава Бурятии проведет первый прямой эфир в Инстаграм. Общение с пользователями соцсетей пройдет 5 декабря. В течение часа с 18 до 19 часов. Со всеми желающими. Свои вопросы можно уже сейчас присылать в директ официального аккаунта правительства Бурятии в Инстаграм Бурятия Офишл. А прямой эфир будет в профиле Бурятия Офишл и в личном аккаунте главы республики Циденов Алексей. Напомню, что Алексей Циденов завел страницу в Инстаграм в конце декабря прошлого года. Сейчас на главу подписано больше 24 тысяч человек. Сам он подписался на 126 пользователей. В Абсолюте скидка 27%. На круассан 7 дней. Цена со скидкой всего 59 рублей 99 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Второй международный конкурс Ирхим Бакша собрал 29 участников, учителей брятского языка и литературы из Бурятии, Иркутской области, Забокальского края и Монголии. Все они знатоки своего дела, но конкурс есть конкурс, поэтому пришлось выбирать лучшего из лучших. Кто стал облателем звания Ирхим Бакша, знает Елена Гармаева. Более 300 учителей брятского языка работают в школах республики. В среднем на каждого учителя приходится по 216 учеников. Такую колоссальную нагрузку выполняет и наша героиня Гарлмаринча Небуевна Ванзатова. В этом году Гарлма Ванзатова успешно преодолела пять туров второго международного конкурса Ирхим Бакша – лучший учитель. И в ее душе всегда живут традиции, которые она передает детям, учащимся в нашей школе. А второе – она всегда в свете особенно современных событий стремится сделать свой урок интересным, популярным. И, конечно, в этом плане она, как говорят, брхе-бакша. Гарлма Ванзатова работает в школе уже 27 лет, имеет высшую категорию, является руководителем методического объединения учителей бурятского языка. А именно лучший учитель по бурятскому языку, наверное, любящий свой язык и человек, который очень старается все, что он знает, передать детям, чтобы дети научились понимать хотя бы, отвечать на вопросы и вообще интересоваться всем тем, что происходит, например, у нас в республике. Любовь к своей работе вдохновляет Гарлма Ванзатова на творческие поиски. Поэтому она тесно сотрудничает со школьным театром. Гарлма Ванзатова Она хорошо учит, преподает, и когда объясняет, очень все понятно. Гарлма Ванзатова искренне любит свою профессию. Про таких людей говорят – учитель от Бога. Молодым преподавателям бурятского языка стоит поучиться опыту у лучших практиков. Ведь искренняя любовь к своему предмету и детям помогут обрести крылья и взлететь так же высоко, как наши героини. Елена Гармаева, Анатолий Пляскин, АТВ В сети появился 3D-мультфильм на бурятском языке «Толшот. Помощники». Он рассказывает о проблемах экологии в Бурятии. По сюжету две выдры собирают ветки, чищают воду и берег водоема от мусора. В конце мультика звери встречают ежика. И на этом первая серия заканчивается. Создатели обещают продолжение. Но отмечу, что в интернете это далеко не первый мультфильм на бурятском языке. Так, в Бурятии снимают мультфильм в стиле поэтического фэнтези «Демон Архан». Он создается по народному эпосу ГСР на бурятском и русском языках. Работает над фильмом известный режиссер Олег Юмов. Все это началось уже очень давно, ну где-то два года тому назад. На меня вышел председатель некоммерческой организации фонд «Нэтл» поддержку бурятского языка. И у них была идея создать мультфильм по ГСР, по нашему известному эпосу. А по ГСР. Да. И вот, как сказать, нужен был режиссер, нужен был сценарий. На наше предложение откликнулся один молодой человек, Чонт Тилмен его зовут. Это его такой творческий псевдоним. Вот, собственно говоря, он приехал со своей семьей, поработал. Я с ним поработал, мы родили наших таких основных персонажей. На завершение мультфильма требуется 500 тысяч рублей. Проект запущен на платформе планета.ру, и все желающие могут помочь в создании этого мультфильма. Ждать ли хэппи-энда от нашей следующей истории? Эвенков становится все меньше, а вместе с ними уходит культура, язык и 300-летние традиции. 5% населения Баунтовского района – Эвенки. И это самая высокая плотность проживания малочисленного народа в республике. Мой коллега Никита Суханов отправился в самый северный район Бурятии и попытался там стать своим. Мы прибыли на древнюю эвенкийскую землю. По их законам, всем гостям для очищения души нужно пройти через священный дым Чичипкана. Ходят слуги, что если тут застрянешь, то ты грешен. Но, слава богу, я не такой. Тотемы, деревянный чум, Чичипкан. Звучит очень необычно и даже не верится, что это все находится в Бурятии. Это является первым этапом подготовки к межрегиональному фестивалю северных народов Сибири и Дальнего Востока, который мы планируем проводить 29-30 июня 2019 года в селе Багдарин. Следующий пункт любой эвенкийской программы – посещение местного музея. Здесь об эвенках можно узнать все и даже больше. Здесь можно посмотреть, какой период, чем занимались эвенки. Вот этот период нам подходит середина октября, середина декабря. Любовь Ивановна работает в музее уже очень давно. Поэтому о Баунтовском районе может рассказать абсолютно все. От животного мира и месторождений золота, вплоть до легенд о выборе шаманом своего преемника. Он выбирал мальчика смышленого из рода. И этого мальчика разрывали на несколько частей. И часть их тела разбрасывали по всему миру, так сказать. Потом через несколько лет, лет через пять, когда он набирался, так сказать, ума всего это, это его снова собирали. Не хуже, как сказка о живой и мертвой воде. Этот костюм шамана очень удивительный. Три колечка символизируют три мира. До пояса у нас, получается, располагаются два мира. Это верхний мир, мир добрых и нерожденных душ. Средний мир — это земля, где мы с вами обитаем. И удивительно, что в этих как раз двух мирах тут и птички располагаются, и солнце. То есть такая жизнь кипит. И есть нижний мир, мир умерших, такой как ад, если говорить в простонародье. И таким образом, с помощью этих колец шаман имел доступ ко всем трем мирам. В России осталось меньше 40 тысяч венков. Из них 6% проживают в Бурятии. За эту поездку я узнал обычаи, культуру и даже лично побеседовал с ними. Поэтому факт того, что этот народ надо беречь и развивать, неоспорим. Самое меньшее, что я могу сделать, это приехать сюда на фестиваль 29-30 июня. И я это сделаю. Никита Суханов, Федор Моденов, телекомпания АТВ, Баунтовский район. Мода, блеск, красота. Все это Байкал Fashion Week. Самая стильная неделя года в самом разгаре. Накануне прошел основной показ, и это было как минимум очень необычно. Впрочем, не буду рассказывать, это надо видеть. Движуха нереальная, народу очень много. Это важное событие, я считаю, для модной жизни столицы республики. И я жду, когда все наконец-то начнется. Мы много репетировали, здесь много народу. Атмосфера сама зашкаливает, потому что там наверху сидят много человек. И мы должны пройти достойно. Здесь очень интересно и стоит такой процесс. Все что-то делают, кто-то красится, кто-то одевается. Кому-то подбирает костюм, кому-то делают прическу. И очень интересно. Восьмая неделя моды собрала дизайнеров Улан-Удэ, Читы, Иркутска и даже Москвы. Не обошлось и без заграничных гостей. Разнообразие стилей от достаточно повседневного до космически-футуристического. Места стало меньше, чем в прошлый раз, когда я приезжала. Но мне все нравится. Все очень круто, профессионально. И я вижу, что много очень хороших дизайнеров. Я выступала от дизайнеров из Монголии. И у меня было два сразу показа подряд. То есть у меня было буквально около 60 секунд, чтобы переодеться. Да, тут смотри, высокие ступеньки, второй этаж. Очень страшный адреналин. Но в принципе все прошло очень быстро. Мы весь день с девочками сидели, переживали, как все пройдет. А прошло просто все по щелчку. На самом деле неделя моды на этом только начинается. Будут еще и показы, и мастер-классы. И хочется сказать, что от такого количества модных людей даже как-то неловко. И с замиранием смотришь на этих всех моделей. Они как будто бы даже из другого мира, что ли. Никита Суханов, Анатолий Бляскин, Федор Моденов. Телекомпания АТВ. Диснеевские мультфильмы. На Бурятском. Новая технология в мусоропереработке и бьюти-индустрии. В Улан-Дэ выбрали лучший технологичный проект. Конкурс проводился среди центров молодежного инновационного творчества. О самых интересных разработках в нашем репортаже. Умники и умницы. Так можно сказать про всех участников конкурса. Это они создали технологии безотходного производства. Это их программы улучшают работу заводов и предприятий. Они внедряют инновации в бьюти-индустрию и переводят всеми любимые диснеевские мультики на бурятский язык. В современном обществе бурятский язык начинает потихонечку спадать в уровень знаний бурятского языка. Мы хотим привить детям некие знания, некое желание изучать бурятский язык через мультипликации. Все проекты пока воплощены на бумаге. Но в этом и есть суть конкурса – дать толчок к развитию. Защищать свои работы молодым ученым пришлось перед строгим жюри. К очной защите допущено более 10 проектов. Победителей только три. Главный критерий – инновационность и социальная направленность. Мы, конечно, ежегодно проводим такие мероприятия и тем самым поддерживаем развитие предпринимателей. Очень хочется верить, что из этих молодых людей кто-то в дальнейшем станет большим, серьезным предпринимателем и будет приносить пользу не только себе, но и окружающим. Поддержать, простимулировать, придать значимость той деятельности, которую они ведут и подготовить в большом счете базу для дальнейшего развития именно инженерных специальностей и инженерных кадров в Бурятии. Итак, специалисты определены. Общий призовой фонд – 50 тысяч рублей. Средства пойдут на реализацию и продвижение проекта. Но и это еще не все. Победители рекомендованы к участию в федеральном научно-инновационном конкурсе «Умник». Чингис Ачиров, Екатерина Устюшенко, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на АТВ. АПЛОДИСМЕНТЫ Речь человека нарушена. У него перекошено лицо. Он не может поднять руку или ногу. Это инсульт. Что делать? Незамедлительно вызвать скорую. 0-3 или 103. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти. Действовать нужно быстро. Знание симптомов спасает жизнь. Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. Давит, болит, жжет в груди. Боль отдает в левую руку, шею или между лопаток. Одышка и холодный пот. Это инфаркт. Нужно срочно вызвать скорую. 0-3 или 103. Человеку придать сидячее положение и освободить от сдавливающей одежды и ремня. Обеспечить приток свежего воздуха. Знание симптомов спасает жизнь. Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова